МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Jest piątek, 15 tydzień czerwca. Serdecznie zapraszamy na najnowsze wydanie krośnieńskich wydarzeń. Za nami jedna z najlepszych imprez plenerowych w województwie lubuskim. W dzisiejszym serwisie przypomnimy Państwu, jak było na rybobraniu, czyli na imprezie z ikrą. Dzisiaj imieniny obchodzą Jolanta, Oliwia oraz Witold. Solenizantom życzymy spełnienia marzeń, a wszystkich Państwa zapraszamy na najnowsze wydanie krośnieńskich wydarzeń. RYBOBRANIE 2018 2018 это уже история. Варто добавить, что это прекрасная история, которой были не только муры замку Piastовского и Одра, но и все-таки жители Кросно-Одржаевского, которые так тумно как нигде ставили себя в соботе перед халом спортово-видовисковой, чтобы в барвной параде вырусить улицами миста до порта Речного. Это для людей. Большое спасибо. Делали мне много, для нас, и мы очень рады. И очень населаем с этого. Ушел с мамой, у меня тоже тоже, Ханя, и Маха за коллажанок. Ушел с коллегой, шлакали и слушали музыку. Это наш debut, первый раз мы шли в параде. Очень хорошо, мне понравилось. Отдает в твои руки стер нашего города. Пунктально о 16.00 наступило то, что не уникнено. А все здесь, которые были здесь, и приведутся через Рыбобранье 2018, выйдут счастливы из порта в Крощиноджаевском. Воднику, в твои руки. Воднику, в твоей армии. Воднику, в твоей армии. Рыбобранье, друзья, это очень важно. Взгленту прошлого отцена, и очень много всего, основных организаций. И, как бы, как бы, вовсе счастливы, это огромное, и Very, как бы, вставлять нам. Вспания у нас через целую. И мы тоже о том, что, в момент, в котором мы поговорим со собой, уже всю параду. И там, тум ухлебных людей, в каждом веке. Рыбобрание 2018, импреза с Икрой и повод до думы. А водник говорит, что говорит, намовил в Крощне-Одржањске свою прекрасную колледжанку Сырену. Заповидася святная забава, я думаю, что здесь на певно завитам на Рыбобрании. Ничего не надо добавить. Рыбобрание, это bowем импреза с Икрой, которая в этом году заскала на каждый крок. Подобнее, как срештым бурмстр Марек Цебула, который привычал всех Крощнян, что в дни миста есть не до познания. В последний уикенд был посейдоном и досконально играл свою роль. Сидял бы на пантеоне, если бы не то, что в Одре не было воды и просто бродиłem себе так при брегу Баутыку. Седаем, седаем и негле патрю. Кросно-Одржањске люди себя бавят. Почему мне было бы мне тут забрануть? То, конечно, жарты, а так на поважнее бурмстр Цебула ве, что два дни рыбобрания, это два дни шалоне забавы. Не че бавят так, чтобы фактически разнесли миасто. Бо то свято в конце Кросно-Одржањске. Рыбобрание 2018 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 Роджиц금 ма заняте. Родцек Może sme также любят как дж teach бегу, а тут мајд умалевolня да пиасе. Джеци mouve И не могли бы этого не использовать. Также для того, чтобы показать детям, что можно брать участие в разных забавах, а при оказе эдаковать себя экологически. А это уже страфа «чилл-ауту». Каждый спрагненный хвилий витхниния мог бы это сделать, отдохнуваясь на лежаках или специально запроектованных на рыбобрание лавечках. По таким отпочинку можно было зазнать не лада впечатлений на страфе VR, czyli гораздо более популярной, виртуральной реакции. Правильщика. Я была в море, в оцелине, см donde была с дельфинами и увидела в роботу Secret Cake. Потом привезла мнеbot в космос. И там натащивали, так можно сказать, W космосе. Это было действительно реально. Очень51 впечатление. Вам можно пренестиясь в этотnehmen perseverantly. Это такая миртугальная реакция Речебственность есть использована не только для забавы, но и также очень важную, терапевтическую функцию. Я использую виртуальной речебственности в шпитах детских, в онкологических клиниках, так, чтобы выполнить мечты, которые не могут рушить с лужка, например, по прессчепах и в бизолатках очень долго, мы можем их, например, забрать в гоглах в доме, чтобы немного улылить в этой тесканке за домом, например, если есть пару месяцев, то они ждут, чтобы прессчепы приймили и не могут их, никто их не может отведать. Так что тогда виртуальная речебственность приходит с помощью, можно взять камеру, выехать где-то и забрать ее в гоглах в виртуального света. Была также еще одна стрета, czyli стрета кулинарная. То тут были места показы Карола о крассе и популярный конкурс о вазе водника. Тут также по разу первый отбыло się готовление гара зупы, oczywiście рыбной. Мы приготовили зупу рыбную для двух тысяч людей, с 20 килограммов влажчизны, в которой была заварна селер, пор, петрушка, маршев, цебула. Мы все на оливе, встепно добавили воду, заготировали, добавили 20 килокарпия, из которого мы приготовили вывар, встепно добавили помидор. Та зупа встепно приготовлена на стил провансанский, со свежими зиоами, с чили, с большим количеством чашку, соли доправили с сукром, встепно добавили 60 килограммов рыб, разных рыб. Это был микс рыб сладководных и слоноводных. По таким впровадению не дживи, что по зупе уставилися тумы кросян, спрагненных новых кулинарных дозна. Супер, такая пикантная, очень добра, файна. Супер зупка, в сумме немного пикантная, но очень добра, много рыбок, много рыбки, так что полецамы и чекам на следующий год на рыбобрании, чтобы тоже такая была добра. Очень добра и подумала, что в доме уставили, а купили кубки, достаточно зупы, кубков, не правда пищная зупа. В этом году подчас рыбобрания можно было также познать леки с надреки. Организатори постановили использовать потенциал надодреских лонг и показать, какие ценные зиоа на них роснут и как можно их использовать в домовой кухне. За мало ли о том говорит, чтобы показать людям, что хорошо схватить себя под то, что мы под ногами. А тут в Крощине, где мы реки, мы прекрасные лонги, можем найти все, так? Ну, сегодня мы поставили на то, чтобы показать те рослинки, которые о той поре можем найти, потому что сейчас не найдем всех. Могли бы мы анализировать целый зиелник, но тоже этого не хотели. Мы хотели показать конкретно несколько рослин. Например, одну ароматичную, чтобы сделать оренжаду. Одну, которую можно дорожить до обычной сауатки, а также добавить дополнительные какие-то витаминки. А до того ту покриву, о которой говоришь, с которой можно спокойно напарить доброй херваты, послодить себе мiodом, если кто любит. Ну и тоже выпить, так? Липа, покрива. До того, что мы, 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 мы. Малер Достанец мем приехал. Мы блага, мы, мы море, мы, мы на акации соб Hy Award. Да! Также можно пить без миод. Нечто, что любят напарь без миоду. Но, с кем Estáми, мео на запарь sincerity, миэтик и воду. И мы пышную гемольку и напарь нить. И ещеτοю encl Актура. Для этого она довольно м eran Ofа-б比, они дополнительно новые как минуты технолог experience nearly Ral04. Разнуюt навык utilizу И да понус... и больше комфорт. Не изменилось но только одно. Рыбобрание было и есть одной из лучших имприз пленерных в wojewódке лубусском. Не без поводу, это прежде всего импризация с икрой. Субтитры создавал DimaTorzok Это именно Рыбобрание. Знаки розпознатки Дени Кросно-Одржањске са также гвязды, которые одведзают миасто. На одну из них, czyli зеспу Афроментал, фани чекали уже от годины 17. Не было мы в часе на их концерте, хотим увидеть, как играют на живо. Те же знаем их с телевизии и файно есть так быть близко и видеть на живо такие особи. Знаем их только в начале с программа The Voice Kids и хотела бы познать их музыку. Слышала их от недавно, как начался программ The Voice Kids. Заказала моглана, потому что там мой идонт, Давид Квятковский. И полубијам их способ быча и зачааам их слушать, а может, как-то полу року. И чекам тут, потому что их любят. Дзевчины, а бы медь најл-со-мейсцовки, в первом рзенде, под сцену спэндили 4 години, активно учащијццовки, в всјстких выдашниах, которые в поближу мајсце. А дзялося дуже. Дзевчина. Одним з важнейших моментов был выступ студия тањца новочесного Этна. Група специальни на рыбобрание приготоваа выјтковый проект Река Тањца. Кидајш уже тањчујам в Этни и по-просту то была оказа, чтобы знову поврозить, а тен проект далај такую можливость, а по-зотем была то фајна иницијва, которая была тут в меще, фајне си поћучијц, фајне, что робило то душе людей, можно было познать наветно новых, бо јстосме з одного миста, а не каждый си наветнам, то было очень миле спецнене часу. Фајне вешло, как вјдаць. Си цешэ, что затањчујам, что так много людей было. Я акурат есу с Губина. И много людей тоже с Губина пришло. Фајне было, а тяњчујам, бо... Бо любишь тањчыј? Так, люблю я тањчыј. Бардо фајне си тањчыјо. И длакцего варто мещество. Ну и... Бардо любя тањчыјц, потому что целый час в доме чвичај. Роби ровно шпагаты, гвязды, чвичај хип-хоп и ми си бардо подоба. До својего выступу Этна килка тиггодњи тому запросија всјстких хэтных. Пbolад İ sóivo Побед 2001 Зењчуње сделать же дањчу двањчањя, начнем зањчојсч何у изогоњччања. Обрат. 首јчуње отudiње, устр conteúdo не таки, мы можем дањчуње Philosчивемо Bu Observи. И для всех, что можно сделать файную, файную забаву в простой, приемный способ, при файной музыке, с файными людьми, на файной эфреции. Река таница проводила всех в климат afromentalовой музыки, потому что хореография была тащена до одного из пребоев споу It's My Life. Тего твору только, конечно, в нечто инной форме не забракло также на концерте, подобно как в wielu популярных и любвянных творах. Свою энергию зеспоу Афроментал распалил кросян, которые тумно ставили себя перед рыбобраниевым сценой. И это не сомнение голоса. Игорь Негодяев, директор А.Семкин Нам удало się złapać zespół po koncercie i zapytaliśmy o wrażenia. Граło нам się досконale, я jestem под великим wrażeniem energii, которую вытворzyliśmy razem с публичностью Хростна-Одржаńskiego. Очень хорошая атмосфера, очень хорошая наглощение, очень хорошая музыка. С приемлемой здесь вернемсяке. Суботой закончил прекрасный показ сштучных огни и дискотека, которая трала до Белого Рана. По wspaniaлой соботной забаве, все чекали на недельную повторку. Мимо, что погода не спрежала, Крощиня не заведли и тум не пришли, чтобы послухать большей звезды polskей музыки розрывковой. Недзела нализала bowiem до Марили Родович. Люблю все песни, потому что я их спеваю, поэтому не могу один выразить, а другой трактовать по макошему. Все песни нужно спевать с огромным огнем и так стараюсь спевать на сцене. А что так было, могли увидеть и услышать все, которые в недельный вечер ставили себя в порче речном. Музыка. 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 Марили Родович запросила на сцену двух паров, которые спробовали своих сил в песни «Гай», а потом шалели при песне «ДИСЬ ПРАДДИВЫХ ЦЫГАНОВ» уже не ма. Было круто, действительно. Поехали. На сцене. Это что-то прекрасное. Марение. Поехали, что это моя мама, потому что она на этом выховала, а я в связи с ней тоже с ней выховала. Так что я уже до этой поры, я занимаюсь, что она мне не дует. Это что-то исправное. Те слова самые часто слышали, когда мы спросили о выражениях. Супер. Перу любила Маргарда. Добавить. Супер, правда, супер. Мы очень очень любили, так что мы очень очень любим, так что мы очень очень любим. Переполизирование, просто не даёт себя это описать, наслаждение. Супер, Марина шпиала лучше, чем Дода в Губине. Счастно, что мы очень любим. Была Дода в Губине, но Дода musi споро научить от Марили. За год Марила Родович будет обходить юбилеуш 50-летия работы артистической. Артистка садебиутовала в 1969 году на фестивале в Ополу. На ее песенках выховывается уже последнее поколение Полаков. Это самый большой фанка, мы от 16.00 чекали в первом ряде, потому что Марила отписала мою кузинку на фестивале, что видят себя под сценой. Она такая фанка, что она должна быть. Два лета, уже два лет, так увеллилась Марила, что она с нами еще один песенок. На разе. Как вы делаете в общем? Святки были, правда. Была пару раз первая на консерте Марили и я надеюсь, что в следующем году. Это участники Метаморфозы и хром по изменам, которые прошли в последних 80 дней. Я чувствую себя прекрасно, очень красиво, сексовое. Если бы не знала сама себя, то смотря на свои фотографии и на свой визеринок сейчас, то сказал бы, что это две совсем другие люди. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя прекрасно. Отмолодная, более kobечно, вылазована, в другом стиле. И это то, что я хотела бы получить. В общем, когда Метаморфозы и хромовы, они были также близки участники, которые от 80 дней смотрели в изменениях, которые в такой сцене, но в такой сцене видели ее по разу. первый. С начала я был сceptичным в этой пропозиции, потому что лучше, а лучше, а лучше добрему. Но по этой метаморфозе действительно потрясающая женщина сделала. Super выглядит. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится, что такая смена есть, потому что это милое. И я думаю, что каждая женщина должна задать о себе. И это было именно цель метаморфозы. Конечно, изменение тоже было значение, но было что-то важнейшее, что удалось осуществить. Смена физичная не является важной. То, чего нам больше всего мы, что эти женщины набрали энергии, они набрали себе. Они хотят делать вещи, которые до той поры они не хотят делать, которые были уже срегнованы и не имели мотивации. Метаморфоза с Икрой эту мотивацию дала. А при оказе позволила сменить себя. На самом początku, как ВАБИК, организационные вымыслили, чтобы была эта метаморфоза связана с ручанием килограммов, упеньшением своей уроды, поправиванием ее. Но мы знаем, что финальный эффект это так на правду смена в среду. Змена на лепше. Те изменения дострегают сами участники. Прежде всего, набрали огромной уверенности в себе, что, моим мнениемом, в жизни очень важно. Прежде всего, я была такая марутная, зрядущая, зрядущая, смешная в этом всем. И, ну, курс, сейчас просто, не знаю, достала скридеум, могла бы ходить, бегать, двигать. В нашей регионе. В нашей регионе мировой 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 Также Агнешка Квиаткowsка также коррестовала из добродетельства, каким есть новочесная косметология. У меня была идеальная цель, но немного смешная, шарая. И сама не знала, что бы хотела сделать. Мы выполняли ласер фракционный, очень безопасный. Мы сделали деликатное злушчание этого наскорка ласером. И тут уже был эффект уау. Уже больше ничего не было потребно. Аккорде мы сделали еще дополнительные забеги. И макияж permanentный уст, где выравнивали асметрию. И уже выглядела с удивительно. До этого ушли волосы. И действительно, эффект финальный, мы видим сегодня. Был заскакающий. Чтобы Państwo сами оценили, что так есть в реальности, вспоминали, как они выглядят 80 дней тому, когда они увидели, что они взяли участие в метаморфозе с Икром. Рожница есть видочная уже на первый ржут ока. Все, заровно пани Агнешки, как и эксперти, могут быть с себе задоволени. Суксесом участников, а также моим, как и бывшие бегачки, это то, что в таком критом окресе часу поконали месяц около 120 километров, а увинчением этого было пребегание 10 километров. Метаморфоза с Икром сменила не только жизнь участников, а также их родин. Я деликатно попробую по Новому году, может быть может еще на весень, сделать что-то за собой. Мимо того, что при ее деке с худом 8 километров. Участницки метаморфозы с Икром стратили всего лишь 22 километра и аж 56 сантиметров в пасе, бедрах и лудах. Спалили понад 46 000 калорий и пребегли понад 240 километров. Готование с окрасом то одно из важнейших выражений на рыбобрании. Popularный кухарь, а бы оцаровать кросянскую публичность, привезли за собой незапомненные преписы и смаки, которые на другое западают в память. Очень нравится. Так на живо, как в телевизии. Очень интересно. Очень интересный фильм. Все хорошо видно, все очень интересно. Очень интересно. Какие-то новости, интересные. В телевизии его программы, поэтому часто повторяю его преписы. А будет, что повторять, потому что Карол Окраса по разу в следующий запрещал заскакуючий помысл на продукты, которые большинство из нас ма на певно в кухне. Зробим хладник шпараговый, который на эту пору раку выдает мне себя идеальной потравой и показывает, что шпараги это прежде всего это очень интересный аромат. А традиция зуб в Польше или хладников это очень старая вещь, поэтому надо до него вернуться. Покажем сандача. Мы на рыбобрании, а хладник будет поданный с вензовым пстронгом. Позже марынованный сандач, но марынованный, суровый, на взор этих рыб, которые были когда-то были проживаны при простых способах консервирования, соль, оцет, кващи в среду, немного кукру. Конечно, каждый, кто хотел, мог этого неба в гэмбе спробовать. Это очень вкусно, очень вкусно. Очень вкусно. Я не люблю хладников, но это действительно вычминный. Уааа, какие пешные! Само доброе! Очень вкусно. Очень вкусно. Пасшный. Так как Карол захвала, так вкусно. Очень вкусно. А как швала, это конечно. Мала, такая до съедения. Продолжение следует... Karol Okrasa to popularny kucharz słynący z łączenia tradycji z nowoczesnością. W swoich przepisach bardzo często przywraca blask i popularność lubianym kiedyś potrawom. Już kilka razy wspominaliśmy, że tegoroczne rybobranie było wyjątkowe. A teraz utwierdzimy Państwa w tym przekonaniu. Organizatorzy imprezy spełniali bowiem marzenia. Ale zacznijmy od początku. Kilka dni przed imprezą został ogłoszony konkurs, który polegał na opisaniu swoich marzeń. Komisja wybrała trzy, które ich zdaniem zostały przedstawione w najbardziej atrakcyjny sposób. 3,5 tysiąca złotych na realizację swojego otrzymała pani Edyta, która wraz z mężem spędzi romantyczne chwile w luksusowym spa. Wydaje mi się, że jury poruszył fakt, że w tym roku z mężem obchodzimy 20. rocznicę ślubu. I tak jak wspomniałam, jakichś dalekich, bardzo dalekich podróży nie było. A Ośno w swojej ofercie tak się składa, że takie masaże typowo egzotyczne ma. I tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby to połączyć. Podróż wprawdzie niedaleka, ale gdzieś tam jak się zamknie oczy, te eterki i to wszystko, to można odfrunąć. Złota Rybka spełni także marzenie pani Oli i jej synka, który na świecie pojawi się już za tydzień. Wygraliśmy razem z Jureczkiem wózek biegowy, chociaż w sumie było to nasze wspólne życzenie z narzeczonym, a byśmy mogli we trójkę trenować, żeby żadne z nas nie musiało zajmować się dzieckiem, a moglibyśmy dalej kontynuować nasze wspólne hobby. Ostatnim marzeniem, które zauroczyło komisję konkursową było marzenie pani Eweliny. Marzenie było takie wspólne tak naprawdę, bo i ja marzyłam o akwarium, i mąż, i starszy syn, który ma trzy latka, dopiero marzył tak naprawdę też o rybkach. Jednak jest to duży koszt, żeby założyć takie akwarium, jak sobie wymarzyliśmy, czyli żeby to było duże akwarium, cały sprzęt, pompy, to wszystko. Wiemy, że to bardzo dużo kosztuje, także naprawdę bardzo się cieszymy, że będziemy mogli w końcu je spełnić. Wszystkie marzenia spełni Złota Rybka, a dokładniej jeden z partnerów tegorocznego rybobrania. Mam nadzieję, że wszystko co nasza firma czyni w sponsoringu, co robi dla mieszkańców, ale i pracowników zapunktuje w przyszłości. Dla nas najważniejsze jest, żeby pracownicy byli zadowoleni, szczęśliwi i oczywiście dobrze wynagradzani, bo to przekłada się na zaangażowanie w pracy. Firma Dirks planuje jeszcze w tym roku zatrudnić 250 osób. Do końca przyszłego roku zatrudnienie w tej hali znajdzie łącznie 800 osób. 4 drużyny, 16 osób, gorąca atmosfera i w głównej roli ryba. To w skrócie konkurs o wazę wodnika. Przypomnijmy zasady kulinarnych zmagań mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie. Konkurs polega na przygotowaniu potrawy z ryby. Na wykonanie zadania zespoły mają 60 minut. W tym czasie muszą wspiąć się na kulinarne wyżyny, aby zachwycić żerii z Karolem Okrasą na czele. Przygotowujemy strąga w całości grillowanego z masłem koperkowym oraz limonką. Do tego będzie surówka ze świeżej butwiny z prażonym słonecznikiem oraz prażonym groszkiem. I do tego będzie puree groszkowe do całej ryby podane. Brzmi apetycznie, zresztą podobnie jak opisy wszystkich przygotowywanych potraw. Klopsiki z karpia z suszonymi owocami w takim sosie śmietanowo-limonkowo-kaparowym. Czy kiedyś już to robiliście, czy to jest debiut dania? Debiut dania. Nigdy jeszcze nie robiliśmy tego. To skąd pomysł na taki akurat? W fajnej książce był pomysł, więc go troszkę podpatrzyliśmy. Też zmodyfikowaliśmy sos. W książce był inny sos i tutaj dajemy troszkę inny sos. Podczas konkursu nie mogło zapragnąć także zupy rybnej i kaszy bulgur z warzywami oraz rybą z grilla. Nie zabrakło także i surowej ryby. Tatara z łososia z sosem salsa verde. Tak wymyśliliśmy na chwilkę obecną. Nie wiem jak się uda, ale myślę, że będzie ok. W tym roku konkurs był wyjątkowy, ponieważ pokazał, że gotować może każdy bez względu na wiek. Gotować bardzo lubię, a wzięłam się z tego powodu, że tutaj mamy taką sytuację, że babcia jest dla mnie rodziną zastępczą, a to i tak cała drużyna jest prawie, że rodziny zastępcze. Więc skąd w ogóle pomysł, żeby gotować? No nie wiem. Jak mama kiedyś mi przywiozła na takie zajęcia i chodzę na nie. Robiłem tego poszypane, tutaj kroszek poszypane, tam tu pieczorki i troszkę puleczka i troszkę kolendry i jeszcze szwonecznika. Brzmi pysznie, a dasz mi skosztować? Mogę? Nie, to jest kanola okraszy. Niestety musiałam obejść się smakiem, ale Karolowi okrasie i pozostałym jurorom danie smakowało. Zresztą jak wszystkie. Tak naprawdę każda potrawa ma coś w sobie genialnego i ma coś w sobie, co intryguje. I miałem okazję po raz kolejny spróbować tatara z ryby. Po raz kolejny inny niż poprzednie. Były kotleciki rybne. Była ryba wędzona w sosiku. Po skosztowaniu takich smakołyków nie dziwi, że jurorzy będą mieli nad czym debatować. Mam jeszcze pozostałości w ustach, więc powoli sobie smokam i próbuję, przypominam smaki. Natomiast na pewno jest to bardzo ciężkie zadanie ocenić i wybrać najlepszą potrawę. Myślę, że dlatego nie jestem guru kulinarnym, bo nie potrafiłbym wybrać. Ale trzeba było to zrobić i jak się dowiedzieliśmy, werdykt nie był jednomyślny. Zostałem przegłosowany. Pozostali jurorzy rzucili się na mnie i powiedzieli, że to musi wygrać, bo to jest najsmaczniejsze. Więc trzeba poważnie powiedzieć, że to było po prostu ładne, dobrze technicznie wykonane i bardzo, bardzo, bardzo smaczne danie. A pozostałe dania? Miał pan jakiś inny typ, skoro został pan przegłosowany? Miałem inny typ, ale tak naprawdę nie mogłem się zdecydować. Pewnie niuanse by decydowały o tym, kto by zajął pierwsze miejsce. Ponieważ ten drugi przepis, który wygrał, był inspirowany bardzo mocno przepisem, który ja kiedyś robiłem, do czego się uczestnicy przyznawali. Więc trochę się śmieję, że zostałem przegłosowany, ale sam wykluczyłem się z głosowania, żeby nie decydować za lub przeciw. I jakikolwiek werdykt by nie padł, czy tamten mój typ, czy ten, to jestem absolutnie na tak, bo oba dania były po prostu świetne, naprawdę świetnie wykonane. Demokracja jednak zdecydowała i waza wodnika trafiła do pana Marcina i jego drużyny. Była to zabawa dla nas, nie było jakiejś rywalizacji, po prostu dobrze się bawiliśmy. Konkurs kulinarny o wazę wodnika odbył się już po raz piąty. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował podczas rybobrania Miasteczko Kobiet. Jest to odpowiedź na prośby Lubuszanek, z jakimi spotykała się Marszałek Elżbieta Anna Polak. Dlatego w tym roku zamiast jednego kongresu kobiet, który zawsze odbywał się w Zielonej Górze, odbędą się w każdym powiecie. Mamy różne tematy rozmów, mówimy o prawach kobiet, mówimy o tym, co się po stu latach zmieniło, co jeszcze powinno się zmienić. Przede wszystkim pytamy te panie, które żyją w małych miejscowościach, które mają różne ciekawe zawody, które prowadzą stowarzyszenia, które prowadzą własne biznesy. Pytamy je o to, jak się im funkcjonuje, co jeszcze warto byłoby zmienić w ich życiu, na co należy zwrócić uwagę. Ideą kongresów kobiet jest bowiem, aby jeszcze więcej pań zaangażowało się nie tylko w życie zawodowe, ale przede wszystkim publiczne. My dzisiaj chcemy rozmawiać też o tym, żeby tych kobiet w życiu społeczno-gospodarczo-politycznym było więcej, żeby kobiety odważyły się wyjść z domu i zaangażować się, bo ich zaangażowanie jest bardzo potrzebne i kobiety bardzo się sprawdzają. Potwierdzeniem tej tezy jest województwo lubuskie, które jest regionem kobiet z ikrą. Jesteśmy jedynym regionem, który ma marszałka w Spódnicy, ale też bardzo aktywne sołtyski, panie, które tutaj dzisiaj również rozmawiają, debatują, mają wspaniałe wypieki. Żądzą można powiedzieć w sołectwach gminy Krosno-Odżańskie. Są też panie radne bardzo aktywne, ale uważam, że wciąż nas jest za mało, dlatego warto o tym rozmawiać. I jak się dowiedzieliśmy, przekonywać, że warto się angażować. Będziemy obecne w każdym powiecie, żeby zaproponować to lokalnym liderkom, panią, które chcą być aktywne, które mają ikrę, żeby również przeszły na tą drugą stronę mocy, żeby kandydowały w tegorocznych wyborach już jesienią. Pomimo wielu aktywnych lubuszanek, kongresy kobiet, jak się dowiedzieliśmy, są potrzebne. Wiele z pani nie ma bowiem śmiałości wyjść i otwarcie mówić o swoich potrzebach. Bardzo często jest tak, że kobieta może nie tyle boi się, ale ja, że w zasadzie to nie ktoś inny może to zrobi, a może niekoniecznie trzeba się zaangażować. Więc takiej odwagi, bo jak już kobieta podejmie decyzję, że się w coś angażuje, to wtedy robi to absolutnie tak do końca i do osiągnięcia sukcesu. Więc takiego brakuje impulsu. Pierwszy lubuski kongres kobiet odbył się 10 lat temu. Organizatorki mają więc już pogląd na to, czego brakuje mieszkankom regionu. Chcą tego, żeby być razem, żeby w sposób bardziej otwarty rozmawiać o swoich problemach, bo wiemy, że często jest tak, że my kobiety działamy indywidualnie. Nie widzimy takiej potrzeby do tego, żeby ten głos jednak był słyszalny i powszechny, żebyśmy mogli to stanowisko, mogły to stanowisko prezentować razem. W związku z tym myślę, że chcą takiego zjednoczenia i wspólnej siły i chcą, żeby ten głos ich właśnie był słyszalny jeszcze głośniej w przestrzeni publicznej. Kongresowi kobiet towarzyszyła wystawa Siła jest kobietą. Rybobranie to nie tylko dobra muzyka i pyszne jedzenie. Organizatorzy co roku dbają, aby podczas tej jednej z najlepszych imprez plenerowych w województwie lubuskim nie zabrakło sportu. W tym roku postawili na cieszący się coraz większą popularnością crossfit. W porcie rzecznym po raz pierwszy odbyły się zawody rozgrywane w formule cross training battles, czyli w formule wytrzymałościowo-siłowej. To są normalne ćwiczenia, które robimy na treningu, ale oczywiście zaczynamy tak naprawdę z rurką, z małymi ciężarkami. Do tego jest jeszcze dużo gimnastyki i nie mogliśmy do tego pokazać, ponieważ tutaj nie ma drążków, ani kółek gimnastycznych, innych takich rzeczy. Wszystko to robiliśmy w eliminacjach, które odbyły się w naszym boksie crossfitowym od rana, a tutaj mieli Państwo możliwość podziwiania tylko najlepszych drużyn, które zakwalifikowały się do finału. W finale wzięły udział cztery drużyny. Najlepszy okazał się zespół z Krosna-Odrzeńskiego. To zasługa w sumie całej drużyny, no i z grania ogólnie dużo na to pracowaliśmy i w sumie chyba zasłużyliśmy na to. Bardzo się cieszymy. W takim zestawieniu osób pierwszy raz startowaliśmy. Wygraliśmy, znaczy teraz wiem, że wygraliśmy przez to, że jesteśmy na równym poziomie i po prostu zgranie. Można potrafić zrobić każde ćwiczenie, ale jeżeli nie umie się tego zgrać i przełożyć na poszczególne osoby, to tego się nie wygra. A my po prostu mieliśmy fantastycznych facetów, były fajne dziewczyny i dlatego się wygraliśmy. Krosfit to program treningu siłowego i kondycyjnego, który opiera się na wzroście 10 najważniejszych zdolności siłowych. Powstał w 2001 roku, kiedy Amerykanin Greg Glassman zaczął używać tego programu dla trenowania policji w Kalifornii. Potem został wdrożony w treningu marines, strażaków i żołnierzy amerykańskich. Ze względu na dobre wyniki treningowe, Krosfit stał się popularny w wielu krajach świata. To ciemnice. Wędkarzom tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Wiedzą, że ryba tutaj bierze zawsze. Dlatego to właśnie na popularnej ścianie zorganizowano zawody wędkarskie o Puchar Rybobrania. Mieliśmy mieć 30 osób, przyjechało niestety tylko 27 zawodników, ale myślę, że i tak jest fajna zabawa. Ryba jest łowiona, jest w łowisku. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Trafiły się już w 3-4 duże leszcze. Będziemy ważyć na koniec. Zobaczymy, który zawodnik będzie miał największą rybę. Początek był trudny, ale teraz zaczęły ryby brać w weszłych i leszcza mam i krąpi z 10 takich pięknych. Także coś się zaczyna dziać. Jest dobrze na razie. Zobaczymy później. Są ryby najważniejsze. Pogoda zapisuje. Wszystko piękne. W siatce są ryby. Duże, małe? No, średnie. Tych dużych niestety na razie nie ma. Okazało się jednak, że te duże też się pojawiły. To bowiem do pana Marcina trafił przechodni Puchar Rybobrania. Zawody zorganizowała krośnieńsko-odrzańska wędkarska sekcja sportowa. Szanowni Państwo, na zmianę pogody nie mamy na razie co liczyć. Ale to chyba dobra informacja, ponieważ idą wakacje, więc słońce i wysokie temperatury są jak najbardziej wskazane. Przed nami słoneczny i piękny weekend. W sobotę termometry wskażą 27 stopni Celsjusza w dzień i 17 w nocy. Podobnie będzie w niedzielę. W poniedziałek pogoda utrzyma się. Słońce i wysokie temperatury będą nam także towarzyszyły w pierwszych dniach wakacji. KONIEC